есть несколько вариантов вот если сразу выращивать под углом 45 он не хочет знаете это как раз та самая штука которая подводит всех этих супер специалистов которым надо морду бить вот они же как говорят угол не тот возьмут ветку вот так наклонять она туда вертикальные побеги даст побеги и если значит их приходится вырезать и так далее то есть когда вы пробуете наклонить она не хочет любая это из срабатывает наклонили вот так все считайте вот так пойдет вот так и опять голодная боль вот но приходится все время воспитывать деревья насильственно она будет стараться выпрямляться вы будете стараться гнуть поясом счете смотря где вы живете например значит я думаю что пробуйте садите под углом 45 градусов вот те ветки которые все-таки полезут вверх вертикально никуда не веришься если он нормально прерывется по прежде за тоже наклонять по 45 градусов или даже под 60 под 70 смотря где вы живете где-то можно укрыть нижнюю половину и он никогда не пропадет под снегом вот или под специальным материалом утепленным утеплительным вот а верхушку оставить пусть растет вверх а если вы допустим относительно ехать посмотрите разве можно укрыть персик который вот я вам показывал выращивает например тоже между чьи косточки вы и купить вот как получается это брянская область не укрывает и даже там может однажды так шарахнут мороз поэтому ну хорошо уже такие деревья которые у него выросли мощные несколько метров его трудно морозом убить вот есть вариант чтобы деревья росли на подвоях на морозоке у них морозоке получается на 5-10 градусов выше а это значит что там можно прививку сделать у земли он растет не под 45 а вертикально а вы берете эти ветки то и как раз вот так вот пусть себе растет а боковые ветки скелетные вырастила эти по над землей один даже еще я уж можно укрыть там пусть себе растет почему брянская область я не знаю чем кончится затея у нашего допустим мезиного а вдруг 40 кто его знает не будет локти потом кусать что вырастила вертикальной плоскости ну посмотрим как купить книгу густабил на самом деле у фамилия ну это самое значит 200 плод дускабилов дускабилов я даже специально еще раз покажу эту книгу вот вы спросили как купить для начала вы ему звоните 8 923 216 15 15 вот когда она вам ответит вы скажете хочу книгу плодовой кусочки культуры и проломировал железо у него же не одна книга чтоб он знал скажите железо значит речь об этой книге а дальше вы договоритесь вы ему сообщаете адрес свой телефон помилю от камилевая числа наверное высылаете ему какую-то сумму какой не знаю вот так и наверное вы не пожалеете так дальше идем а телефон еще повторил узнать еще раз повторю 8 923 216 14 15 вот повторю спасибо спасибо буду ждать ответа наталья азии и уже погодите а наталья теле футбол тоже повторила спасибо сейчас смотрите то самое который по моему заменил на тинком по крайней мере во многих отношениях спасибо 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 большое за вас рад и горжусь вашим вниманием вот так я как бы пока знаете сколько меньше чем вот это маловато от те стороны эрина тимофеева где-то среагировали можно раньше персик продумал на скотской области макаром тоже не укрывает персики но там тоже были заморозки я больше в этом году частично потерял урожай мне это кажется я толком не знаю 45 градусов это значит что часть вы все равно спасете часть врага вы спасете и часть дерева спасете тем более в восходах области извините я сейчас скажу у нас уже практически не находится в работе вот я учился как идет появляется журнал председательного хозяйства он был сам популярный 3 миллиона экземпляров да еще библиотека значит 5 миллионов а может и 10 его читали это был с рук ходил это было там появилась статья такого содержания ничего что во-первых московская область каждое 12-13 лет повторяется раз угроза все садры потеряны так и пришло вот вы скажете мол ну что теперь не выращивая это человек пишет ученый не выращивать вообще садры нет мы должны начать судьбу за несколько лет вырастить до плодоношения несколько лет получать урожай потом приходится раз оборудование все прогибает и так это наша судьба мне не понравилось это вот это вот я считаю что это упадническое настроение вот а напротив за панику расстреливали а как садового расстреливали нет надо было сделать так что сейчас у Макарова вдруг не заберзает першить и умерзанного не заберзает еще в многих местах вот уже и обновлели а может быть уже обновились а вот половину надо все-таки по 45 градусов как хочет наша это это самая Береза Тимофеева так читаем дальше добавилось писем есть разница в посадке сушеных семян которые достали осень и хранили до слотификации вот и теми семечками которые что достали прямо перед слотификацией вот прямо как даже не были но так как работают с культурными сенами работают с культурными сенами то заметно отлить по листу не высушенных от высушенных надо подумать как делать практику так до начала сложновато я устал и может быть я даже не все понял ну а кто-то может понял петронен просил сорокинку вверху вы рассказали сегодня я пропустил сейчас закончится и вернусь в сорокинку ладно я все хочу попробовать сорок не высушенные семена посадить кстати как в этом году сорок в этом году смеяться будете я в шоке мало того я уже два дерева сорока выпил оставил два здоровенных нет одно здоровенное одно золотое вот и количество груш полсотно чтоб не больше я в шоке вместо 20 среди сорока ветер не сорок ветер а допустим сорок груш вы проверите вот у меня есть прошлогодняя груш шварок то есть немного она осталась я не думал что будет катастроф я привык что сварок есть егна но если надо я могу разобрать прошлогодний если надо то есть мысли прошлогодний они качественно они не теряют свои свойства как раз так Александр спрашивает засушенные менее культурные будут смотря на что есть идет значит у меня каталог примерно то же что был там будет давайте я каталог разберем на следующем вебинаре или я делик из подряд буду подряд 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 вот как носит абрикос такой такой слева такая бруша такая подвойная дикая натуральная груша а кто из них получится тоже отвечу так смотрите сюда прямо есть плодок пусть гнившие как правило бруша уже гнивают у меня сейчас идет их заготов у меня на балконе несколько ведет лежит груша лада вся культурная груша воронежская груша нарядная пивова так еще раз прокол с этими с форолами тает вот и теперь я буду рекомендовать у кого кто хочет сварок на подвой я буду рекомендовать именно грушу хотя сварок вы правы великолепный подвой великолепный так теперь еще пишут пишут а я пока вернусь про венгерку вы бы наверное не сразу начали а в самом начале у меня была про венгерку старочетку ну тут получается так у меня есть фотографии венгерки а фотографии так как я торопился все это было последний последний час вот всегда много дел я ждал тогда сейчас 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 вернусь к началу вебинара к самому началу может это было начало так и где-то здесь ответ вопрос а так открыл каталог вот и каталог я все напишу будет груша полетушка и у меня груша сварок и ту и ту привез ухо и я в ухо и знаком с ней знаете скатились 8 9 рядом деревья жил военный городок и мои дети военных подрабатывали и наши мамы подрабатывали в колхозном саду то есть здесь собрали вот это а 10 ваш а может быть 5 а 6 я это не помню и мы лазили как обидят прием рисовали вот эти плоды и ведро ведро если курс не знаком я очень уважаю это венгерки. Практически не отличается, но первая фонография нашел меня вовремя, хоза письма получил. Венгерка богатырская, и это венгерка санитетская, и не отличишь, по мне всему виду. Я не вижу это одно и трех, просто в разные годы доставал. Вот, пожалуйста, любуйтесь. Вот это я все что я сказал. Когда еще, если говорить о ее достоинствах, она достаточно жесткая, твердая, ее надо снимать, такой твердый, это дает транспортабельность и легкость. Это не эти самые, не русские и не китайские, которые сегодня упала, а завтра сбила. Мякоть достаточно твердая, жесткая, хрустит на зубах, это то, что мне очень важно для меня. Я привык весь восьми лет жизни в Украинского села. Вот, поэтому, а еще какие достоинства? Еще какие? Созревает позже, обычно, вот сейчас только начало, сейчас только созревал китайский раньше, а это хорошо, когда разброс есть. Я еле с тех, потом этих, заготовили те, потом эти. Ну, что еще? Мы разоклить достаточно. То есть, привыкли я их на те же китайские, больше ничего в голову не приходит. Вот, и еще одно из новых достоинств. Вот, знаете, вы же их учись. Мне бы в голову не пришло. А мой друг и напарник, чей сад является продолжением моего, а потом продолжение. Вот он дом построил, сад посадил, а у меня вообще это было. А вот давай все переносить мимо. Ну, переносить с ума. То есть, по двое. Пасить это же самое. И привык почти все с моего сандра. Как это выглядело? Вдруг он сошел с ума. Ну, бывает. Ну, чего? Что-то надо, не все смешать. Я смешать. Ну, взял на абрикосы бай, привык вот эти самые, эти, венгеров. Результат. Урожай больше бай. Молодые стали, розовые, частично. Вот. Вкус вкуснее привык на абрикосы, на бай. Культурнейший бай. Бай это. Бай это. Один из лучших в мире абрикосов, этих самых. Заратов, понимаете? Один из лучших в мире. И вдруг, эта самая, венгерка показала 100% выпреживаемость. Я, значит, так и вырожайб не давал. И я, ты, завершился. Вот я охарактеризовал. В данном случае, это не имеет значение. Бартыжская или Сорочинская. Результаты видите уже. Так, ладно. Эта листать сейчас мы не будем. Это же я попал в этот каталог. Возвращаемся на вебинар. Добавились. Добавились эти самые. Весьма. Так. Смотрите. Семена прямо из плодов. Это он написал. Прямо из земного яблока. Песок на статификацию. Лучшего свежего сливка сражения не растет на меня. Три года сажал. это самое легкое на сходе, я не знаю, может по-разному, 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 так и совсем плохо растет, вырезает макушки. А что такое? Для меня это по-чаприк. Как он может вывести? Да, может быть вы поэтому перешли на сварог, читаю таз, как странно, сварог не выдерживает макушку, сварог выдерживает, и на сварог можно перебивать сильные души, используя словами вегетации. Ну, получилось так, я живу в макушке деревни, никого не трогаю, в этом, в деревне, что не сисклана, вот, и получается, у нас получились разные результаты, и хорошо, что сварог вас заменил в прошлую свишку. Дальше, Ирина Тимофеева, у меня растет явление от Сергея, там рыжего. По этому году появилось несколько новых пробегов из земли. Ха, ну, это, вроде, по двое, это, ну, черепа. Нужно их обрезать, как, когда лучше. Черепа обрезать нельзя, раны будут. Держите в агнитурном состоянии. Постарайте просто со спичкой, ой, нет, с кардер. А выше обрезать. Вот, лучше с этого. Видите, может, только они появились весной, только пусики задеврели, там, со спичкой, их можно обломать. Если упустили момент, то уже, надо их не отрезать полностью, а просто ухаживать. Так, опять-таки, вопрос, если растет под углом, будут волчки, если будет, так, все. И мы назвали волчками то, что да, под углом обязательно будут. Вот он. Но это волчки, это ценнейшая вещь дерева. Это, это даже не те волчки, что вы подумали. Вот так, конечно, не тот случай, когда мы заканчиваем третий час. Волчки, волчка обрезать. Те специалисты, которые заставляют их резать колечие дерева, они не понимают разницы между это просто вертикальная веткой, вот наклонили, вот и наросла себе вертикально. Кому-то они подошли. Он взял ее, ну, знаете, три человека берут за реку, и ух, и огромную ветку наклоняют. Ну, это крайний случай. А дерево молодое, и у человека нужно чашу. Некоторые говорят, мы резать не будем, мы понимаем, вы тоже правы где-то. Ну, просто ее наклони, и будет чаша без облески. Стоит ее только наклонить, а она обрастет уже волчками. Но эти волчки естественны. Это просто поменяли электро. Дерево восстанавливает то, что ее стремится к солнцу. Она шла в солнце, вы ее наклонили, она шла на солнце. Вот, но это волчки. Их тоже заставляют вырезать. Эти, чуть не сказал, идиоты. Ну, хорошие люди, только недопонимают. А есть волчки, когда сильнейшая облеска. И они появляются не так, как почка продолжения. Вот ветку наклонили, а на ней были почки. Они, может, не пошли бы, или пошли бы вот так, вот так бы пошли. Раз наклонение, они стали растить вертикально. Вот это программа предусмотрена. Но когда ветка вот такой отрезает, вот тут из веток, из почек появляется вертикальная политика. В среднем, это мы наблюдения, которое нигде, во всей планете, кроме меня никто не знает, по-моему. На третий год они становятся нормальными весточками. А первый-вторый год, так как не дают урожая, потому что они, как бы, имеют нулевый возраст. Вот на дерево, допустим, три года, ветка прошла, есть четвертый год. Изменили наклон, электронку появлялся, все равно есть четвертый год. А когда вот такой пень, надо показывать на фотографии. И она перед опросом молодыми весточками, это не из почек, это из клеток. И у них возраст нулевой, не третий-четвертый год, а значит она нормально развивается, и даже тут же еще почками покрывается плодовыми. А эта с нуля, обычно полношение на третий год. Но их ненавидят еще больше. Потому что, когда вот так обрезают, вот так рано, они так быстро растут, что... А человек, который заставил вашу третий-четвертку, она обросла, надо снова резать, она опять-таки процвет. Человек попал в головушку, которую сделал сам, поверил идиотам. Вот примерно так. Вот, и вы когда сказали, что мы наклоним персик, они полезут, полезут. Наклоняйте теперь их тоже. Так, как много объяснил. Звучит музыка. Звучит музыка.